Здравствуйте, меня зовут Муфсумов Имран, я ученик средней школы номер 86 имени Мубариса Наджава, класса 8 джейн. Хотел почитать эссе, посвященное 880-летию Низами Ген Джави. Великий общенациональный лидер Гейтар Алиев, политический основоположник азербайджанского мультикультурализма, говорил, многонационный состав населения Азербайджана на свое достояние. Гейтар Алиев посвятил всю дальнейшую политическую деятельность в вековечию этого достояния. Сохранение государства мультикультуральных традиций Азербайджана по инициативе и указанию великого лидера было отражено в правовых документах, в том числе Конституции Азербайджана. Мультикультурализм – качество, свойственное нашему народу на протяжении веков. Так, в одном из своих выступлений подчеркнул президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. На протяжении веков в классической азербайджанской литературе формировалось многогранное и всестороннее отражение атмосферы мультикультурализма. В произведениях Низами разные религии и религиозные политические течения прекрасно уживаются. И существует бок о бок. Гениальный поэт в жизни был человеком мультикультуральных взглядов. Главное для него было выражение света одного солнца хватит всем мире. В поэме «Семь красавиц» совершенно не акцентируя и не ощущается, что собранные главным героем Бахран Гуру под одним куполом «Семь красавиц» из разных церквей принадлежат разным религиям. Верование убеждению. В этой поэме Низами создал блистательные образы представителей ряда других народов, тем самым показывая, что великий мастер слова был носителем широкого мультикультурального мышления. «Семь красавиц» стоит особняком среди остальных его произведений. Здесь одной из поставленных им целей является показать, что все народы, независимо от цвета кожи, обычаев и вероисповеданий, одинаковы, ибо они одинаково любят, страдают и радуются. Поэме «Семь красавиц» благодаря своему социальному содержанию и высказываемой в ней новыми передовыми идеями вошла в сокровищницу мировой литературы и оказала глубокое влияние на литературу Ближнего Востока.